Так, девочки, всем привет! Хотела показать вам, часто спрашивайте и просите показать свою косметику. Я покажу вам ежедневную косметику, которой я пользуюсь почти каждый день, если делаю макияж. Находится она у меня вот в такой вот косметичке от Урьяж. Свер Урьяж. Я обожаю эту косметику. Честно, лучший уход, который у меня был. Вот Урьяж Термаль, эта сыворотка шикарная. Есть у меня еще кремы и SPF 20, и подглазки тоже использую ежедневно. Они у меня в тумбе лежат в столе. Так, давайте покажу, чем я пользуюсь каждый день. Вот остатки вообще почти не осталось уже. Вот эта тональная тоналка, 0,9 оттенок, слоновая кость. Это L'Oreal Infallible. Шикарная, просто невероятно отфотошопленный эффект лица делает. Незаметен на лице, если хорошо растушевать и увлажнить кожу. 24 часа матовое покрытие. Действительно, я его не припудриваю и просто обожаю. Тональный крем, о котором я говорила в предыдущем влоге. Это вот эта от Avon. Тоже она очень светлая. Ультрамат, фундейшн, так, оттеночек Light Beige. N2-10. Но он очень светлый, он подстраивается под тон кожи. Он не темнеет, не окисляется. Он шикарно перекрывает недостатки. И тоже делает матирующее лицо припудренное. Поэтому я однозначно рекомендую. Стоит около 140 гривен. Дальше любовь моя, которую я буду... Тепло начнется и лицо немножко загорит. Потому что, как его не скрываю, оно все равно на солнечных лучах будет. В какое бы время суток вы не гуляли, все равно лицо и шея загорает. Плечи тоже. Поэтому вот. Он немножко темноват мне. Это Made to Stay Makeup. 24 часа от Catrice. Шикарный. У меня вторая баночка уже, поэтому люблю, не могу. Вот. Вот это тоже уже допользую. Камуфляж 2 в 1. Makeup & Concealer. Тоже очень-очень светлый. Если его наносить на все лицо, и вы там прям белоснежка-белоснежка, то очень классно и очень бледно, я вам скажу, будет выглядеть. Поэтому контур нужно будет делать более интенсивно, для того, чтобы не выглядеть мумией. Тоже классный. Перекрывает вообще просто на ура все. Я его использую как консилер под глазки и на нижнюю часть скулы, чтобы не было перехода от лица к шее. Дальше. Тенюшки мои тоже можно видеть. Вот такие. От Essence. All About Rose. Использую ежедневно. Вот этот вот цвет, в котором дырка уже, то есть дотертый до дырочки, я наношу как пудра под глазки и как базовый оттенок. И вот этот вот светлый я всегда наношу под бровь. Он перламутровый, красивый и очень-очень нежно смотрится. Ну и вот здесь вот видно, что протерты. Я иногда, если беру с собой, то затемняю складка века вот этими двумя серыми оттеночками. Поэтому мне безумно нравится. Она у меня уже второй год и я ей не изменяю. Обожаю всем сердцем и душой. По поводу вот этих вот теней. Кто-то мне писал в комментариях, что это жуткие тени. Здесь у меня бронзер и две палетки. Хочу сказать, что я пользуюсь только ими для оформления бровей. Сейчас, если получится открыть новый маникюр, у меня, конечно. Вот, вот это вот новая палетка. Видите, я несколько раз использовала. Они шикарные, они пигментированные, они растушевываются в дымку, они не делают грязь. Они очень-очень классные и они действительно очень дорого смотрятся. Например, вот этот вот оттенок, смотрите. Он очень пигментирован. Я не знаю, как можно его наносить, чтобы он не был пигментирован. Вот. Его можно использовать и под бровь. Вот этот вот оттенок, да, он немножко пылит. Он больше меловой и немножко кусочками ложится. Но вот эти вот все сатиновые, но в нем, вы можете увидеть, что видите, здесь такие вот явные блестки. А эти вот три, они прям мягкие, очень-очень приятные. Классные. Что с автофокусом? Вот. Поэтому вот эта палетка мне нравится. Это бронзер. Тоже красивый, но он немножко ржеват для меня. Я тоже использую, когда наношу тональные грима потемнее. Вот. Тоже классный. На лето, мне кажется, использовать обалденно. И вот это однозначно моя любимейшая палетка. Можно видеть по тому, как я их использую. Вот это мой незаменимый оттенок для оформления бровей. Каждый день, каждый день я его использую. Он кажется перламутровым. На самом деле он абсолютно не виден на бровях, что там есть перламутр, блестки. Поэтому, девочки, я всеми оттенками, у меня все оттенки, кроме зеленых, есть. Потому что зеленые мне не подходят. Поэтому вот эти три палетки я однозначно рекомендую. Дальше из корректоров консилеров я использую вот такие два. Это мне пришел. Я понятия не имею. Я не заказывала его. Я так понимаю, что это китайская марка из Алиэкспресс. Но он невероятно увлажняющий. Он настолько мокрый. Знаете, ощущение после его нанесения прям влажное. Вот кожа напитанная настолько, что я его использую под глаза. И он очень светлый в оттенке. Поэтому я обожаю его. И вот если не хочу, чтобы скатывалось или пересушивало зону под глазами, я использую только его. Оттеночек 02. Вот такой вот. И от Паэса оттенок, по-моему, первый. Да, самый светлый первый оттенок тоже использую. Но он уже немножко заметен под глазками. Поэтому на втором месте он. Дальше у меня здесь такой вот сборная солянка блески для губ. Я взяла когда-то от Vibo. Такой вот перламутровый, знаете, вот прям хамелеон бальзам. Он, видите, многоцветный. Вот такой вот это Патрисия Лидо. Он немножко подешевле был. Ну, там буквально гривен на 30, наверное. Но я обожаю его. Единственное, что он не настолько липкий, как я люблю. То есть он ложится мягко, хорошо. Он не склеивает губы. Да, он не горчит, если его вдруг оближешь. Но Патрисия Лидо мне нравился больше. Я брала с красным перцем и цветом тоже. Вот этих вот штук 8, наверное, оттенков есть. Видите, он под разными углами освещения, разными цветами играет. И однозначно Dior Lip Maximizer. У меня два оттенка. Это вот такой более нюдовый с перламутром. Есть еще такой бледно-розовый, холодный, красивый оттенок. Тоже мне нравится наносить на карандашики. Дальше. Из туши, так как у меня сейчас нарученные ресницы, я не пользуюсь тушью. Но я вам покажу туши, которые можно и нужно заказывать. Вот это вот. Я не помню, кто мне, по-моему, сестра мужа отдала. Вот Ив Роше. Невероятно классная. Вот одна из лучших тушей, которая у меня была здесь. Силиконовая кисточка. Однозначно рекомендую. Как она называется? Longwear. Вот так вот. Ну, в общем, по бутылочке можно будет найти. Дальше. The One от Ariflame. Однозначно, да. Потому что кисточка моя любимейшая. И от Luxe Visage. Тоже Smoky Eyes. Накладные ресницы. Шикарная щеточка. Она с микро-микро тоненькими зубчиками. Вот, сейчас покажу. Мама, я живу не самокат. Самокат? Сейчас возьмем. Вот такая вот микро-микро щеточка. Очень классная и хорошо расчесывает реснички. Дальше, дальше, дальше. В принципе, все. Из румян я использую вот такие вот. Вот Ник Сталп оттенок. Как бронзеры больше я использую. Иногда подводки я использую. У меня вот такая вот фиолетовая тоже любимая моя. Но когда наручены ресницы, я ее не использую. Ногти мои такие. Ногтики красивые. Айлайнер. Вот, фиолетовая с перламутром. Артикул 5440. Вот, так что и тут вот по мелочам осталось у меня немного косметики. Карандаш для бровей тоже вот. Фаберлик мне нравится. Но в последнее время я использую тени. Здесь у меня кремики, базы под тушь и еще парочку туши. Вот. И из кистей. Такой вот прям отдельный влог получился. Из кистей я просто обожаю вот этот вот набор. Это реально один из самых лучших наборов, который у меня был. Потому что он заменяет абсолютно все кисти, которые у меня были. Они двойные, двухсторонние. Поэтому, блин, это так удобно. Вот честно. Вот этой вот можно наносить тональный крем. Вот этой вот можно наносить пудру. Вот этими можно наносить румяна. Этими бронзер. Тоже мягкая достаточно. Вот. Вы можете пудру тоже этой наносить. Здесь отдельная щеточка для бровей. Это вообще замечательный способ нанесения. Нужна одна кисточка. То есть вы сначала прочесали бровки, потом их подкрасили и снова прочесали. Очень удобно. Для теней. Для базового оттенка. Такая длинненькая лопаточка. Длинненькая лопаточка такая вот для теней. И с другой стороны растушевочная. Тоже очень приятная, мягкая и удобная. Дальше тоже для теней, для мелких деталей. Я подвожу вот этой вот стороной кисточки нижние века. И вот эта вот растушевочная кисть бочонок. Она немножко продолговатее, чем бочонок. Но кисточки невероятно классные. Вот. И обожаю вот эту вот марку Makeup Cat. Просто вообще. Это вот самое, я вам клянусь, мягче кисточек я не пробовала. Даже Real Techniques с ними не сравнится. Это натуральная кисть. Но она безумно мягкая. Она очень хорошо набита. Я всегда ей наношу метеорит. Или закрепляю макияж пудрой. Такой вуалью она кладет. Потому что видите, она разного, разный длинный ворс. И она очень мягко, очень деликатно наносит. Ну и такие вот кисточки по мелочам тоже с собой иногда беру. Здесь такие вот закрепляю зону под глазами. Или наношу хайлайтер на скулы или под бровь. И здесь вот от Real Techniques набор. Eco Tools и ZUIVA. Такие вот. Такой косметосик у меня был ежедневный. Вот на 13 минут прям наговорила. Поэтому просили показать. Это та косметичка, которая у меня всегда стоит. Со мной находится. И я всегда беру ее для того, чтобы сделать полноценный макияж. Вот именно из этих продуктов. Если я где-то езжу, то я выбираю всего по одному. Иногда вообще ничего не беру. Потому что если езжу на дачу, то я ничего не использую. Там крем и умывалочку. Вот. Урьяж обожаю. Обожаю, обожаю. Умывалки просто невероятные у них. И косметички вот. Ношу уже второй год. Кое-где запачкалась. И то это вот помада или там карандашик. Вот от Урьяж. Такой материал очень. Это кожа. Здесь карманчик еще. А здесь вот такой вот, знаете, блин, как бы это сказать, не велюр. А такая вот прям мягкая ткань. Вот. Так что спасибо за внимание. Всем большой привет. У нас сегодня воскресенье. Судный день завтра. Я безумно боюсь и стараюсь отвлекаться. Поэтому мы сейчас с Максом едем кататься на самокате. Да, зайчик? Погода у нас наладилась, но прохладно. Где-то градусов 7. Тучно. Солнышко появилось. Вроде тучи расходятся. Поэтому посмотрим. Поедем на набережную Оболонскую. Самый любимый мой парк. Наталка сделали реставрацию. И для поездки на самокате это самый классный метод. Что? Хмары бегают. Тучки. Хмарки, да. Хмары это на украинском туче. Вот. Так что пытайтесь отвлекаться. И не давайте вы грустите. И забивайте голову мыслями о результатах КТ. Завтра будет завтра. Нет смысла грустить и накручивать себя до судного дня. Всем хорошего настроения. И мы поехали. Что? Так домой мы не едем. Мы сейчас на велосипеде покатаемся. А потом поедем на батуты. Ну пойдем, если захочешь. Круто? Самокат? Сейчас, Зайка, поедем. Подожди. Самокат уберу. Он тебе нож куда. Туда не выпадет. Сынок. Я. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Соник 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 Привет 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 Соник Соник Дальше 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 груша цветет. Абрикосы у нас почему-то замерзли. И вот эта вот маленькая, это черешенька. В прошлом году папа мне судочек черешни с Максом собрал. Первый урожай. Первый раз, когда посадили, было несколько всего ягодок. А в прошлом году целый судочек собрали. И тюльпанчики у нас многогодичные, самосейные. То есть их не садят, а они уже, не знаю, лет 30, наверное. Сколько я себя помню, столько они здесь и были. Поэтому у нас такой вот садик маленький. Там вот, не помню, как называются, такие оранжевые, красивые, как будто петухи называются. Большие такие классные колокольчики огромные. Так, у мамы тут, наверное, цветы. Есть такие вот прям пышные и пушистые нарциссы. То есть вот обычные, но это тоже, кстати, необычные. Он пушистый, кучерявый. Есть вот целый ряд у нас. Вот там стоит печка, мусор палят. И вот этот вот целый ряд, это обычные нарциссики. Вот. И здесь у нас несколько грядочек сходят. Видите, вот один зацвел, и вот два на украинском языке пупенка. Это два цветочка, еще не распустились. Вот. И они разные по цвету. Если этот оранжевый, то там желтый есть. И покажу вам очень красивый газон. Смотрите, у нас летом вот здесь невероятно такая, знаете, как вот искусственную траву, траву нас насевают именно в своих частных домах. Смотрите, она такая мелкая-мелкая. И здесь она таким ковром ложится. А там вот дальше не буду мусор показывать, потому что здесь... Ой, еще идет! Привет, Кеша! Ой! Соник! Иди сюда! Кисулечки мои! Кис-кис-кис! Иди сюда! Иди сюда, хороший! Это второй же. Тот был более лохматый. Иди, не бойся! Иди сюда! Кузя! Кузя! Привет! Привет, сладкий! Ты мой хороший! Ты хороший кот! Ты хороший, да? Маленький! Они такие все ласковые, такие хорошие у бабушки. Малышкин! Привет! Маленький! А это Соник! Это самый-самый ласковый, самый ручный кот, который есть. Он обожает на руках сидеть. Тот предыдущий был за такой золохмаченный. Кисуля! Вот. А там вот барвинок. Вот, видите, фиолетовые цветочки. У нас в конце огорода он просто ковром. Ммм, чудо лежит! Кувыркается! Вот. Так что, я когда приезжаю к бабушке, я просто заряжаюсь на несколько месяцев, потому что сейчас получается приезжать достаточно редко. То Макс болеет, то не получается, то муж на работе на выходные. Поэтому мы очень редко здесь бываем, там, раз в месяц. И я вот пытаюсь, особенно в такую пору, когда вот начинает все цвести, все свое, цветочки разные. Знаете, одни сменяют другие, деревья цветут. Вот эти вот чудики меня балуют. Такие они классные. Мурчит. Вот. Поэтому я вот, когда приезжаю, я напитываюсь, я максимально стараюсь вот побыть на природе, в саде, в этом, потрогать траву, понюхать цветочки, наиграться с этими пупсиками, наесться урожая, который появляется, вот сезонного. Поэтому, в чем прекрасность и чудо жизни, это то, что нас окружает. У нас обязательно есть вокруг любое. Смотрите, сколько у нас деревьев цветет. Это все сейчас настолько вкусно пахнет, настолько ярко. и классно цветет все. Вот это вот будут скоро цветочки. Они огромные, такие вот ростом, наверное, с меня, где-то под два метра, и такие большие оранжевые колокольчики. Здесь у нас смородина была, но она пропала. Там красная смородина у нас, вот эти вот кустики, и ревень. Вот, поэтому я вот сейчас наслаждаюсь тем, что сейчас начинает распускаться ландыши. Вот там в конце огорода у нас, вот именно там, где вот эти большие деревья за огородом, большая-большая поляна, барвинка этого, полностью фиолетовый ковер, просто. В прошлом году я показывала, уже есть видео. И огромная полянка такая, знаете, вокруг одной тополи рассыпалась такая вот поляна из ландышей. Это невероятно. Вот когда приходишь туда, аромат настолько клёвый, настолько воодушевляющий, такой, не знаю, безумно энергетический, да, какой-то мощный заряд от этого я получаю. Поэтому, вот, к сожалению, поле вот за деревьями в конце огорода. Поле у нас раздали, выдали участки, засеяли всякими там подсолнухами. Когда подсолнухи, это хорошо, а когда там, не знаю, свекла какая-то или горох тоже хорошо, конечно, было бы. Но иногда пшеница и всякое там, ненужное такое, дребеденью, которая нужна там для ферм, для того, чтобы кормить животных. Вот. И вот раньше были там, я всегда бегала, искала чистотел, перекати поле, когда Ивана Купала было тоже на этом, ёлочки новые, выросли, самосеяные, тоже безумно красиво. Поэтому вот, если у вас есть место, куда можно приехать и насладиться природой, то обязательно делайте это, потому что это воодушевляет и наполняет энергией на большое-большое количество времени. Продолжение следует...